В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях начальник отдела развития предпринимательства и туризма Департамента экономики и финансов Ненинского округа Сергей Паромов и генеральный директор акционерного общества Центра развития и бизнеса Ирина Тихомирова. Здравствуйте! Решили сегодня поговорить о предпринимательстве, о том, как у нас в округе во время пандемии предприниматели вообще выживали. Им было несколько проще, наверное, нежели тем, кто работает на большой земле, но все-таки это определенный стресс был для предпринимателей. Вот расскажите, какие меры поддержки для них были созданы и как сейчас, может быть, форматируются, да, вот эти меры поддержки, все равно, ну, у нас реальность немножечко поменялась, да, мы теперь вынуждены жить в других условиях. Да, действительно, это был очень сложный период для наших предпринимателей, когда ты хочешь предоставлять свои услуги, работу клиентам, клиенты есть, но в связи с коронавирусной ситуацией ты не можешь этого сделать, не можешь заработать, не можешь оплатить счета, сотрудникам платить зарплату, это же за каждым предпринимателем стоят люди. Соответственно, у него в первую очередь ответственность о людях, которые у него работают, о том продукте, который он формирует. И, соответственно, когда начались ограничительные меры, были приняты ряд решений на уровне региона для поддержки предпринимателей. Что было наиболее ценным, это, конечно, сниженные ставки по упрощенной системе, которые мы ввели с 1 января, и наши предприниматели уже с начала года почувствовали эту льготу. Таким образом, когда пошла пандемия, многие регионы только начали ее вводить, у нас же она уже была с 1 января 2020 года. То есть в этом плане, в принципе, уже было немного полегче, так скажем. С другой стороны, еще много других финансовых инструментов, которые нуждались в доработке. Так были снижены ставки по микрозаймам, введен новый микрозайм под 2% для пострадавших отраслей. Рассрочки по платежам, по лизингу были введены отсрочки, их получили все предприниматели, которые заявлялись, порядка 13 их было. То есть максимально старались снизить именно финансовую нагрузку, потому что выручки нет, дохода нет, кредитные обязательства есть. Соответственно, в этом направлении был сделан первый упор. Второе, это, конечно, поддержка наших социальных предпринимателей, которым мы возмещаем аренду. Соответственно, было принято решение увеличить сумму субсидий с 200 до 300 тысяч рублей. И мы отработали с социальными предпринимателями, и их благодарим за то, что они активно включились в работу. И, в принципе, удалось им дать поддержки немного больше, чем было запланировано. И, соответственно, третий момент, это те, кто пострадал больше всего, в принципе, наше общественное питание, частично туротрасль. Для них мы ввели субсидию по уплате коммунальных платежей. До 350 тысяч рублей можно получить, если вы попадаете в список тех, на кого были наложены ограничения. Сумма установлена в зависимости от количества работников. То есть, если меньше работников, то сумма 100 тысяч, если побольше от 2, то порядка 200. И 350, это если у вас больше, чем 2,4. Соответственно, этой мерой поддержки уже у нас воспользовались 8 предпринимателей. Общая сумма, которую предоставлено, была 1,4 миллиона рублей. Также пандемия нам показала, что надо уходить, конечно, в онлайн. Потому что там гораздо шире рынок, гораздо больше тех людей, которые могут купить наш продукт. И это показало, в том числе, и выход на экспортные площадки наших предпринимателей. Теперь наши бубны торгуются по всему миру. Бубны наших предпринимателей торгуются по всему миру. Мастерская НРА также свою продукцию представила на площадке ЕЦИ и также отправляет по всему миру, ищет клиентов себе. Главное, это сейчас расширять свой рынок сбыта. Это можно сделать выходом в онлайн. Как показало, оффлайн закрылся и ограничен. Онлайн, в принципе, продолжает работать, может стать таким помощником предпринимателю в тяжелое время. Поэтому, если у предпринимателя есть идея и необходимость выхода онлайна, сейчас, наверное, она у всех есть, потому что пандемия показала, как надо пользоваться онлайном, пожалуйста, приходите к нам в Центр развития бизнеса на Ненецкую 3. И всю необходимую помощь по созданию сайтов, по продвижению сайтов, по выводу на экспорт наши ребята окажут и помогут все-таки закрепиться в онлайн-пространстве, для того, чтобы у предпринимателя был цифровой двойник именно в онлайне. Если что-то с оффлайном случается, вот онлайн продолжает работать, это первое. И второе, онлайн все-таки масштабы рынка кратно увеличивает. У нас в городе проживает 25 тысяч человек, в округе 44 тысячи человек, в мире миллиарды. И кто-то из них по-любому заинтересуется вашей продукцией, и мы ее сможем отправить, тем более с учетом современной логистики, в любую точку мира. Я знаю, что в эти тяжелые времена для предпринимателей первыми, кто приходил на помощь, это был Центр развития бизнеса. Ирина Викторовна, расскажите, за период пандемии много ли было обращений и какую помощь вы оказывали? В первую очередь мы создали 27 марта, мы среагировали оперативно, создали оперативный штаб по работе бизнеса в период пандемии. У нас возобновила работу горячая линия, в оперативный штаб у нас вошли сотрудники департамента финансов и экономики округа, уполномоченные по защите прав предпринимателей, и мы давали разъяснение предпринимателям по режиму работы, по ограничительным мерам. То есть мы реагировали сразу же оперативно на любое обращение. За период пандемии к нам обратилось порядка 300 предпринимателей. Мы в свою очередь также мониторили все федеральные меры поддержки и оперативно доносили информацию до предпринимателей. То количество предпринимателей, которые у нас в регионе, по страдавшим отраслям отнесли порядка 535 субъектов предпринимательства. И нам это позволило адресно отработать с каждым предпринимателем, чтобы они получили полный пакет той поддержки, которая была принята как на федеральном уровне, так и на региональном. То, что касается мероприятий, которые были запланированы у нас на этот год в части выставок, мастер-классов, круглых столов, мы перевели все форматы онлайн. Это мероприятие тоже себя зарекомендовали. То, что касается как раз мастер-классов, круглых столов, мы даже провели гастрофестиваль онлайн. Сейчас вторым этапом мы также в онлайне будем проводить гастрофестиваль в конце сентября, приуроченный в Дню туризма. То есть мы стараемся и в период пандемии с предпринимателями отрабатывали и через электронную почту, и личными звонками, и через соцсети, группы в соцсетях. То есть использовали все ресурсы, все площадки, чтобы выстроить оперативный диалог с предпринимателями. Но сейчас-то вы уже работаете в обычном режиме, да, я так понимаю, что предприниматели, которым требуется помощь, могут обращаться очно уже, да, в оффлайне? Да, конечно, у нас продолжает работу и горячая линия, ее номер 911-573-8383. То есть у нас продолжают работы все онлайн-площадки, но и также мы, конечно, ведем личный прием и провели уже первое оффлайн-мероприятие, мастер-класс по созданию портфолио. Ну, вообще вот на слуху у всех центров развития бизнеса, наверное, для нашего региона уникальная такая организация, да, потому что вот мы даже сами сколько раз там были, получается у вас на вашей площадке объединены очень много разных вот отделов, получается, там МФЦ, по-моему, да, есть именно для бизнеса. Вот расскажите, вообще вот если человек, например, хочет открыть свое дело, но не знает, с чего начать, чем вы ему сможете помочь и вот, ну, какова его, получается, каков его алгоритм действий должен быть? Он придет к вам и что там, какую помощь там оказывает? Ну, в первую очередь его проводят в Центр поддержки предпринимательства, где проконсультируют по всем, по идее, по дальнейшим действиям, по мерам поддержки. И дальше за ним закрепляется за предпринимателем персональный менеджер и ведет его по всем, в общем-то, инстанциям. Чем уникален Центр развития бизнеса именно в нашем регионе? Это то, что на одной территории, я называю его территорией для бизнеса, на одной территории собраны все организации, инфраструктуры поддержки предпринимателя. Если в некоторых регионах Центр микрофинансирования находится по одному адресу, уполномоченный совершенно по-другому, то у нас все собраны на нашей территории. То есть предпринимателю никуда, кроме как Центра развития бизнеса, ходить не нужно. То есть у нас на территории есть МФЦ для бизнеса, то есть где предприниматель может как зарегистрироваться, так и, в принципе, внести изменения в учредительный документ. Большой аспект услуг. У нас находится лизинг, у нас находится микрофинансирование, гарантирование, центр экспорта, центр по развитию сельского хозяйства, центр кластерного развития. То есть все меры поддержки и все структуры, которые консультируют, помогают предпринимателю в регионе, собраны у нас на Ненецкой 3. Ну а вот на какие сегодня меры поддержки именно со стороны Центра развития бизнеса может рассчитывать начинающий предприниматель или действующий предприниматель? Ну спектр услуг достаточно большой. Это и маркетинговые услуги, это и сертификация продукции, это организация участия в выставках, либо организация участия в бизнес-миссиях. То есть спектр услуг очень большой. Ну у вас на сайте, наверное, да? Да, конечно. На сайте фонд 83. Хорошо. Сергей, к вам вопрос. Вы, получается, работаете уже с действующими, да, только предпринимателями? И у вас там, я так понимаю, сумма поддержки уже кратно увеличивается, какие-то субсидии там на переоборудование. Вот расскажите поподробнее, если человек, например, к вам обратится, какие меры поддержки он может получить? Да, департаментом в госпрограмме по развитию предпринимательства предусмотрены субсидии для возмещения затрат предпринимателям при ведении бизнеса в районах Крайнего Севера. Конечно, самая большая субсидия это на приобретение оборудования. Порядка миллиона рублей максимальная сумма, 60% затрат могут возместить предприниматели. Необходимо отметить, что данная субсидия является конкурсной, то есть предприниматель, подав документы, он участвует в конкурсе с другими предпринимателями. И в зависимости от оценки его проекта, его бизнеса, выставляется рейтинг. И, соответственно, сначала, в первую очередь, финансируются те, кто выше по рейтингу. Основой для формирования рейтинга служат, конечно, показатели деятельности организации. Количество людей, которые заняты у предпринимателя, это количество налогов, уплаченных в бюджетную систему, и количество тех людей, которые предприниматель планирует трудоустроить заново в связи с нашей поддержкой. То есть наша поддержка направлена как на сохранение рабочих мест, так и на создание новых рабочих мест для жителей региона. Это что касается оборудования. Также есть субсидии на повышение квалификации, на приобретение материалов для народных художественных промыслов. То есть если предприниматель занимается народными художественными промыслами, мы можем возместить ему до 400 тысяч рублей на приобретение шкур, камусов и других материалов, которые ему необходимы. Закрытый перечень материалов у нас есть, он установлен нашим постановлением. Если необходим полный список, можно обратиться в ЦРБ, они скажут точно, какой материал подходит, какой не подходит. Но это для наших национальных промыслов сделано. Также есть субсидия на уплату процентов по лизингу, либо по кредиту. Но данная субсидия, она носит инвестиционный характер. То есть если предприниматель вложил в капитальные строительства какие-то свои средства и привлек кредит, мы помогаем ему и возмещаем часть процентов. До 600 тысяч рублей в год можно по этой субсидии возместить. Также сейчас введена по предложениям нашего предпринимательского сообщества субсидия на энергоэффективность. То есть можно установить себе источники альтернативной энергии. И часть средств, часть затрат на эти источники нами будет возмещена. Также мы получаем обратную связь от предпринимателей по субсидиям, по получению этих субсидий. И иногда они высказывают, что тот или иной документ, например, они считают нецелесообразным предоставлять, потому что мы работаем в условиях Крайнего Севера. И мы всегда рассматриваем эти предложения и в дальнейшем вносим в порядки. Вот, например, сейчас на рассмотрении уже есть проект изменений, в котором мы делаем проще субсидию на энергоэффективность. То есть раньше мы просили как акты ввода в эксплуатацию, то есть акты установки. Но нам предприниматели говорят, что в районах Крайнего Севера, особенно в труднодоступных местах, невозможно привлечь какую-то компанию к установке. Это кратно удорожает проект. И они устанавливают собственными силами. Тем более, в принципе, достаточно простые пока проекты. У нас нет каких-то больших полей ветрогенераторов. Простые проекты, солнечные батареи, ветрогенераторы. И мы данные документы исключим и просто заменим его на подтверждение факта установки. То есть предприниматель нам подтверждает, что оборудование установлено. Документы предоставляют на приобретение оборудования. И мы ему уже тогда выплачиваем субсидии. Вот такой достаточно широкий спектр субсидий. Необходимо еще сказать о том, что есть субсидии не только в департаменте, но есть еще и субсидии у нас в администрации городской. Также они активно работают по направлению поддержки предпринимателей. И у них есть прямая финансовая поддержка также, о которой можно узнать на сайте администрации. О нашей поддержке мы можем узнать на сайте департамента, сайте фонда, позвонив по телефону в Центр развития бизнеса или в наш отдел. Без проблем проконсультируют по всем вопросам. Также мы специально подготовили чек-листы, по которым предприниматель может быстро проверить, подходит он или нет. Не надо читать все положение. Мы все требования сгруппировали, в чек-листы на сайте разместили. Открываешь, выбираешь субсидию, которую надо. И там все требования написаны. Пожалуйста, проверяй, подходишь, заявляйся. Не подходишь, тогда не заявляйся. Либо давай предложение, что надо субсидию подкорректировать. Мы всегда открыты к обсуждению к этому. То есть достаточно гибкий такой процесс формирования. Гибкий процесс формирования требований к поддержке. То есть если предприниматели считают, что это излишним, и мы во время обсуждения, они отстаивают свою точку зрения, мы свои какие-то аргументы выдвигаем, и в итоге приходим к определенному консенсусу все равно. То есть чтобы совместить и соблюдение законодательства Российской Федерации, и чтобы предпринимателям стало легче получать субсидии. Из примеров можно привести то, что в прошлом году мы гораздо упростили заявление на подачу субсидии. И там были ряд параметров, которые в принципе мы можем из открытых источников получить. Мы просто их убрали, оставив там из 15-20 полей. Сейчас осталось порядка 11 полей, которые мы, к сожалению, не можем из открытых источников получить. То есть и убрали еще один документ. Был справка расчет. Мы сейчас включили это в заявление, просто указываешь сумму расходов. То есть также по предложениям предпринимателей мы вносим изменения и упрощаем, так сказать, снимаем ряд административных барьеров в прямой поддержке в финансовой. Ну вот вы рассказали сейчас о видах поддержки. А есть ли какие-то яркие примеры предпринимателей, которые воспользовались этой поддержкой? Или там постоянно ей пользуются? Ну конечно. У нас есть, например, Лилия Мартыновна Тайборей, которой мы помогаем субсидии на приобретение сырья и материалов. Она в Красном изготавливает национальные наши промыслы. Есть студия Нарей, также мы периодически помогаем с приобретением сырья и материалов. Есть по оборудованию, например, Заполярный медицинский центр, который расширил спектр своих услуг благодаря тому, что они приобрели оборудование, мы им часть средств возместили. Также возмещаем, например, СПК ЕРФ. Они приобрели в прошлом году оборудование для переработки мяса, также была предоставлена субсидия в помощь предпринимателям. Важно, что эти средства, они в большинстве своем, да практически все, наверное, направляют дальше в свое развитие. То есть мы понимаем, что мы вкладываем, мы возмещаем им часть субсидий, а дальше они думают уже, какое оборудование еще приобрести на эти деньги, что можно еще сделать, развить, увеличить количество услуг, либо количество производимой продукции. Поэтому это вклад в наш бизнес, в его развитие именно. То есть эти деньги не проедаются предпринимателями. Это совершенно очевидно. А вот еще вы сказали, что вы постоянно ведете какую-то работу с бизнес-сообществом. Вот расскажите поподробнее, как это вообще происходит, и задействуют ли предприниматели из сел, деревень? Ну, из близлежащих сел, деревень, конечно, всегда мы в контакте находимся. То есть особенно с теми, с кем есть близкое сообщение, как там Красное, например, и Стелевское. С другими, с предпринимателями сел, там в основном взаимодействуют Центры развития бизнеса по вопросу консультации, поиска мер поддержки, которые подходят конкретному предпринимателю. Как у нас работа строится? У нас первое. Все нормативные акты, которые мы готовим, проекты, они размещаются для обсуждения, всегда можно посмотреть на сайте департамента в разделе «Оценка регулирующего воздействия». Мало того, мы еще специально собираем предпринимателей, которые получают поддержку, когда готовим проект. Мы собираем, говорим, ребята, вот проект такой, мы хотим такие изменения внести на этапе проекта, говорите предложения, мы их учтем, либо не учтем, но тогда скажем, почему мы не учли. И, соответственно, в такой манере обсуждения это происходит. И второе, это, конечно, у нас есть коррекционный совет по предпринимательству при губернаторе, на котором любой предприниматель может высказать свою идею, свое предложение. Но и надо понимать, что высказав идею и предложение, надо также активно принимать участие в ее разработке. Потому что мы со стороны государства не видим всей картины, как видит ее предприниматель. Поэтому, когда предлагается какая-то идея, мы всегда вместе ее стараемся проработать до какого-то логического завершения. Вот таким вот образом. То есть, если у кого-то есть предложения по развитию, замечания к поддержке, всегда можно вынести это на коррекционный совет. Ну вот я знаю, что у нас в регионе все-таки существует, не знаю, проблема, не проблема, что предпринимательское сообщество немножечко неактивно, включается в эту работу. И вот, например, мы недавно были у Валерия Гударева. Он один из таких, наверное, самых активных предпринимателей в плане как раз-таки изготовления национальных. каких-то вещей. Он как раз-таки говорил о том, что не все у нас идут за помощью, за поддержкой, хотя потенциал-то есть. То есть, есть средства. Вот, Ирина Викторовна, может быть, вы поподробнее расскажете про вот эту историю, когда Центр поддержки экспорта помогает. Я так понимаю, там какая-то уникальная схема. Валерия рассказывала, что он пришел к вам, ему помогли разработать там брендбук, выйти на вот эти электронные площадки. Вот, расскажите, какие преимущества вообще есть вот у этого вида поддержки? Ну, вот, даже вот в случае с Валерием Гударевым, да, когда он обратился впервые в Центр развития бизнеса, у нас был как раз создан туристический кластер. И Валерий, вступив в туристический кластер, мы начали пока межрегиональные истории, то есть мы возили на выставки в Москву. Далее вот разработали для него брендбук, маркетинговые услуги оказали. И дальше, когда у нас был создан Центр поддержки экспорта, мы плавно передали его в Центр поддержки экспорта, где ребята вот как раз вывели его на электронной площадке. То есть, в принципе, мы вот как предпринимателя, мы берем от и до и доводим его уже до международных рынков. Также история у нас сейчас со студией «Нарей». Также у нас уже пошел этап как раз работы в Центре поддержки экспорта по выводу на электронной площадке международной. А чем еще занимается Центр поддержки экспорта? Вот какие еще там виды поддержки и какая работа ведется? Центр поддержки экспорта — это также участие в международных мероприятиях, международных выставках, бизнес-миссиях. Это вывод на электронной площадке. То есть, под каждого потенциального экспортера подбирается индивидуальный, скажем так, пакет мер поддержки. Интересной услугой является у Центра поддержки экспорта — это поиск покупателя на ваш товар. То есть, вы даете определенную спецификацию, описание товара. И Центр поддержки экспорта с помощью Российского экспортного центра, других коллег, они ищут в других странах тех покупателей, которые бы готовы были приобрести ваш товар. То есть, не надо вам самостоятельно заниматься поиском этих покупателей. Это можно сделать комплексно. Вам предоставляется потом список тех контактов, которые были собраны, список их телефонов, электронных адресов, кратко заинтересованные, в какой степени заинтересованные. И предприниматель уже может работать с этими заинтересованными, так скажем, сторонами, в принципе, уже примерно понимающими, что за продукт им предлагают. И учитывая то, что подыскивает покупателя, в том числе и государственная структура, то и доверия становится больше, что это не какое-то очередное мошенничество или обман, что я вам предлагаю уникальный товар, вы мне перечисляете деньги или что-то такое. Соответственно, предприниматель уже имеет какого-то партнера, клиента, с которым может обсуждать, как этот товар поставить в его страну. Таким вот образом расширяем географию для наших экспортеров. Сколько еще минут? Дим? Я могу добавить сюда, ладно? Еще 7 минут. Нам еще про самозанятых надо говорить. Я сейчас закончу? И отлично. Да, хорошо. Вообще принцип Центра развития бизнеса – это помощь предпринимателю в том, что мы избавляем предпринимателя от необходимости поиска рынка сбыта, о необходимости выбора какого-то обучающего курса. То есть мы выступаем оператором по подбору, в принципе, всех поставщиков, площадок электронных, поиска институтов, бизнес-тренеров. То есть мы выступаем операторами. То есть мы избавляем предпринимателя как бы вариться в собственном котле. Недавно у нас, по-моему, с этого года появилось еще такое понятие, как самозанятые. Для многих пока это остается каким-то темным лесом. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это такое вообще? На самом деле это просто прорывной механизм ведения бизнеса в нашей стране. Он абсолютно простой, понятный, логичный, никаких дополнительных каких-то документов, сборов. Все прям как в учебнике математики первого класса. Предприниматель, либо физическое лицо, которое хочет заниматься бизнесом, он регистрируется в приложении. Причем регистрация простая, как в обычных всех приложениях. Там не надо каких-то супер данных, которых нет у тебя, а есть у кого-то. Только твои данные. Скачиваешь приложение в Android, либо в iOS, устанавливаешь на телефон, все. Ты зарегистрировался, ты стал самозанятым. Никаких бумаг никуда не донести. Дальше это уникальные просто условия по налогообложению. 4% с дохода, который ты получаешь от физлиц и 6% с дохода от юрлиц. Тут математика вообще простая складывается. Возьмем человека, который сдает квартиру за 10 тысяч рублей. Если он не зарегистрирован, он вынужден платить НДФЛ 1300. С 10 тысяч рублей получается 13%. Это в месяц в год больше. Либо если он самозанятым стал и сдает физическому лицу, это 400 рублей. То есть плата за спокойствие, за спокойный сон с 1300 снижается до 400 рублей всего. Причем ты их вносишь в приложение. Ты не идешь куда-то в налогу, заполняешь кучу деклараций и потом их исправляешь. Все в приложении. Если ты какой-то чек ввел неправильно, то ты в следующем месяце можешь его отменить. И тебе пересчитают налог. Налог автоматически считается в приложении. Никуда не надо расчеты свои давать. Оно считает, сколько у тебя был доход. Оно считает, что 10 тысяч есть налоговый вычет. Если ты укладываешься в эти 10 тысяч, ты пока вообще налог не платишь. А в этом году еще по решению руководства страны, всем самозанятым вернули налог за прошлый год и дали возможность использовать эту сумму в приложении. То есть в принципе в этом году можно отработать, не заплатив вообще ни копейки. Потому что все будет в рамках налогового вычета с тебя списываться в приложении автоматически. Декларации не надо подавать. Документов о том, что регистрироваться не надо подавать. Закрываться легко, открываться легко. Никаких дополнительных взносов, переплат, скрытых комиссий, маленьких под звездочкой надписей. Ничего нет. Вот 4 процента, 6 процентов, все. Регистрируйся, веди бизнес. И мало того, сейчас Минэкономразвитие уже заканчивает проработку вопроса о предоставлении всей той поддержки, которая предоставляется предпринимателям и самозанятым. То есть сейчас у нас самозанятый, это человек, который делает у себя обычно на дому какие-то вещи, продвигает себя в интернете самостоятельно. Он не может обратиться за поддержкой сейчас. Но буквально, мы надеемся, что с 1 октября уже будет у него возможность обратиться официально в Центр развития бизнеса за получением поддержки, за продвижением в соцсетях, за различные сертификации, участие в выставках. И все, что предусмотрено для предпринимателей, все услуги, они будут распространяться на самозанятых. То есть это можно реально развить свой бизнес. Там есть, конечно, определенные ограничения по сумме дохода 2 миллиона 400 тысяч в год. Но в принципе самозанятый и 2,4 миллиона тысяч в год это нормально. Поэтому это самый лучший режим сейчас тот, который действует. Во-первых, нет бумажной волокиты, во-вторых, простой максимально. И что еще важно сказать, что даже индивидуальные предприниматели в принципе могут на этот режим переходить. Он остается индивидуальным предпринимателем, просто использует этот режим. И все. Да, страховые платишь по желанию. Если у тебя есть желание формировать страховые, ты платишь, являешься добровольно. Если нет желания, то ты не платишь. У индивидуального предпринимателя сейчас нет этой возможности, ты обязан платить страховые. Самозанятый 4% с дохода или 6%. Все. Если хочешь страховые, сам решай. Не решил, не плати. Все просто, понятно, в приложении делается. Многие банки сейчас делают сервисы именно под самозанятых. То есть работаешь в белую, спишь спокойно, получаешь услуги от инфраструктуры поддержки по продвижению своей продукции, по росту своего бизнеса, по росту дохода и занимаешься любимым делом. Что еще нужно? Ну, это здорово на самом деле. Спасибо вам за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях был начальник отдела развития предпринимательства и туризма Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергей Паромов и генеральный директор акционерного общества Центра развития бизнеса Ирина Тихомирова. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнали Симон.